Сыны Израилевы Царство и Упование Они не теряли надежды на то, что Бог в конце концов проявит свою царскую власть во всей ее славе. Важно понимать, что нигде в Ветхом Завете не звучит мысль о том, что Бог противился человеческой власти как таковой, если она подчинена Его власти. Кстати, возвращаясь к повествованию об Аврааме в Бытие 17, мы читаем следующие слова Божии, обращенные к Аврааму. Стихи 5 и 6 И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. И я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И Моисей в своей прощальной проповеди на равнинах Моава во Второзаконии говорит о царе, который был бы по сердцу Божьему. Второзаконие 17 Стихи с 18 по 20 Но когда он сядет на престоле Царства Своего, должен списать для себя список Закона Сего с книги, находящийся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога Своего, и старался исполнять все слова Закона Сего и постановления Сии. Чтобы не надмевалось сердце Его предбратьями Его, и чтобы не уклонялся Он от Закона ни направо, ни налево. Дабы долгие дни прибыл на Царствие Своем Он и сыновья Его посреди Израиля. Бог не возражал против земных царей при условии, что они будут находиться под Его властью. При этом качество земного царя описывается во Второзаконии 17. Однако практически в том же тексте дано и предупреждение. Предупреждение о том, что будет, если Израиль выберет себе не такого царя. Стихи 14-17 Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает, тебе обладеешь ее, поселишься на ней и скажешь, «Поставлю я над собой царя, подобного прочим народам, которые вокруг меня». То поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой. Из среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царю моноземца, который не брат тебе. Только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем с ним. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. И чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. То есть это все то, что было характерно для царей Ближнего Востока. Подобного у царя Израиля быть не должно. И Бог его от этого предостерегает. Но народ избрал Саула. Тем не менее, надежда на правильного царя не утрачена. Посему, несмотря на неудачное правление практически всех израильских царей, как в Северном, так и в Южном царствах, пророческое упование на нового царя сохранялось. На грядущего Мессию. Но это уже отдельная тема, которую мы будем рассматривать недели через две, а не сегодня. Важно лишь увидеть, как это связано с темой царства и упования. И даже с ветхозаветным ожиданием того, что в качестве царя придет сам Бог. Придет не только как спаситель, но и как судья. 95-й псалом – это еще один псалом, который воспевает царственность Бога. Величие Бога царя воспевается также и в 96-м псалме. 95-й псалом гласит «Воспойте Господу песнь новую». «Воспойте Господу вся земля». «Пойте Господа, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его». «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его». Вот как он начинается. Далее в 10-м стихе «Скажите народам, Господь царствует, Господь царь. Потому тверда Вселенная не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля, да шумит море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева, дубравные пред лицем Господа. «Ибо идет, ибо идет судить землю». Он будет судить Вселенную по правде и народы поистине своей. Надежда на то, что придет сам Бог. Надежда на то, что грядет избранный царь. Во Христе будет явлен и тот, и другой. У меня вопрос по статусу Израиля. Является ли он тем самым народом, о котором здесь говорится? Или же этот народ – мы, христиане? То есть, сохраняется ли у Израиля первоначальное положение? Отличный вопрос. Совершенно очевидно, что в Ветхом Завете Израиль для Бога – зенит Саока, народ избранный. Именно так он описывается. Вопрос в том, справедливо ли это утверждение сегодня. Вы ведь об этом спрашивали, правильно? Вопрос хороший, но ответим мы на него позже. В плане курса есть такая тема, которая называется «Осуществление плана для Божьего народа». И этот вопрос в данную тему просто прекрасно вписывается. Я сделаю себе пометку, чтобы не забыть дать вам развернутый ответ, но если все-таки забуду, напомните мне о своем вопросе. Еще вопрос. В Ветхом Завете храм был местом Божьего присутствия, а после пришествия Христа храм Божий, как говорит Писание, «внутри нас есть». Скажите, как здесь одно соотносится с другим с точки зрения всего Писания? И этого мы тоже будем касаться. Пока лишь скажу, что в других пунктах мы будем говорить о присутствии. Но пока мы до нее доберемся, отмечу следующее. Ветхий Завет оканчивается на ноте ожидания. Ожидание того, что народ придет в Храм Божий, придет на Сион, придет в присутствие Божие. Возникает ощущение центростремительного процесса, направленности к центру. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Совершенно необычно и поразительно в Новом Завете то, что это присутствие, этот храм шагает по земле в лице Иисуса и умножается он там, где собирается его народ. Поэтому мы и есть этот храм, и все вместе, и каждый в отдельности. Следовательно, локализация его сегодня настолько же широка, насколько многочисленен Божий народ. Но это буквально в нескольких словах. Еще вопросы есть? Спасибо. Скажите, что Иисус имел в виду под словами «Царство Божие внутри вас есть»? Как их следует нам понимать? Ведь это основополагающее утверждение. А кому точно принадлежат слова «Царство Божие внутри вас»? Иисусу или Павлу? Мне казалось, что Иисусу, но я могу ошибаться. К этому мы еще вернемся, так как приступаем к теме «Воплощенное Царство», где будем рассматривать вопрос «Царство и Христос». «Царство Божие внутри вас есть»? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok